К нам присоединяется Александр Коваленков, военно-политический обозреватель группы информационное сопротивление. Александр, здравствуйте. Александр, приветствуем. Доброго вечера. Александр, генштаб вооруженных сил Украины отчитывается о продвижении на Мелитопольском направлении. По утверждению Киева, войска имели успех в районе Вербова, это село юго-восточнее Работино, и об освобождении которого говорилось накануне. Но российская Менобороны это не прокомментировала. Расскажите нам более детально, что сейчас происходит на линии фронта, в частности на этом направлении. Мы можем сейчас наблюдать продолжение процесса вбивания Клина между Работино и Вербове по левому флангу от Работино. Работино уже освобождено. Клин пробит настолько, что первая линия обороны пройдена. Конечно, и на первом рубеже уже второй линии обороны проводится процесс расширения плацдарма. Непосредственно охват, например, таких сел, как Новопрокоповка и Вербовое, а также продвижение в направлении Очеретоватого. Почему это происходит? Зачем это нужно? Конечно. Ну, конечно же, Новопрокоповка необходима для того, чтобы в дальнейшем продвигаться уже по трассе 0408 в направлении Токмака. Очеретоватое в направлении Очеретоватого происходит продвижение, поскольку нам необходимо выйти на трассу 0401. Это еще одна трасса, которая ведет Токмаку. Ну, а Вербовое – это очень интересное село. Во-первых, наши действия там обусловлены тем, что мы таким образом сковываем по левому флангу возможности российских оккупантов наш клин, например, взять в окружение, захлопнуть его. Это первый момент. Второй момент. Само Вербовое, оно дает возможность выхода не только более успешного Очеретоватого, но и, кроме всего прочего, выйти на логистику в районе Палок. И здесь это очень интересный момент, поскольку в этом районе сразу две трассы 08-15-08-3, которые позволяют нам, в принципе, продвигаться далее уже в Бердянском направлении. То есть Мелитопольское-Бердянское направление охватывается именно с этого участка. Поэтому Вербовое играет также немаловажную роль не просто в процессе освобождения наших территорий, но и в общей тактике продвижения сил обороны Украины. Ну, и, судя по всему, для оккупантов это тоже нанесло свой урон, так как пропагандист Соловьев вместе с Гурулевым, это депутат «Единой России», начали обговаривать возможность нанесения ядерного удара по скоплению ВСУ в поселке Работино-Запорожской области. То есть, получается, это говорит о том, что у них, извините за сленг, подгорает. Маленькое из села, в котором находится, ну, я не буду говорить сколько, но, в принципе, ровно столько, сколько нужно, чтобы это село удерживать от контратак. А в основном все основные силы и средства сконцентрированы в полевых условиях. Ну, это, я понимаю, если бы это говорил Соловьев. Потому как Соловьев – это просто говорящая голова. Это пропагандист, который может говорить полную чушь с очень серьезным лицом, нордически-стоически выработав вот такую вот нерушимость мимики. С другой стороны, Гурулев, он хоть и алканавт, пропоится, и его уход, скорее всего, будет связан с циррозом, но это все-таки генерал с определенным опытом. Причем он относится к генералам не выскочек, а, ну, как бы на него, если посмотреть, то, конечно, язык не поворачивается это говорить, но о голубых крае, у него есть наследственность, офицерская наследственность. А потому нести подобную чушь о нанесении даже тактического ядерного удара по маленькому селу, где незначительное скопление сил и средств – это полный нонсенс. Я скажу даже больше. Сама идея тактических ядерных ударов по скоплению войск противника, она себя изжила в конце 70-х годов, даже в середине. В середине – конец 70-х годов, поскольку именно тогда уже набирали обороты методы ведения войны, современные методы ведения войны на тот момент, а не большими тактическими группами. То есть ядерный удар, тактический ядерный удар, для чего нужен? Для того, чтобы уничтожить, например, скопление войск, дивизия, да, уровня дивизии, или там, ну, это образно исключительно, или там уровня батальона тактическая группа, давайте говорить так. Чтобы уничтожить батальона тактическую группу, или две, или даже три, когда идет речь о наступлении по какому-то узкому направлению. Но это речь идет об уничтожении от 800 до 2500 личного состава с большим количеством техники. А в данном случае, ну, вообще смысла никакого не имеет использовать тактическое ядерное оружие. Но это от большого ума, или от больших глаз страха. Ну, или просто для того, чтобы поговорить. Александр, постоянно появляется информация о новых освобождаемых территориях, деоккупированных территориях Украины, что не может не радовать, но возникает резонный вопрос. А каков потенциал у оккупантов восстановить потерянные позиции? Смотря где, смотря о каких территориях идет речь. Ведь, в целом, некоторые территории считаются не совсем освобожденными, а серой зоной. И это следует также понимать. Осуществляются действия по выбиванию противника с какой-либо позиции и создания таких условий, чтобы на этой позиции противник, на эту позицию противник не мог вернуться. Но при этом и нашим подразделениям на этих территориях рискованно находиться, поскольку, мягко говоря, не совсем в удобном тактическом положении. А потому за этими территориями приглядывает, например, артиллерия или приглядывает ССО. Поскольку, когда там появляется опять противник, ССО на эту территорию проникает, выполняет боевую задачу по уничтожению этой позиции и потом возвращается назад. То есть, эти территории ждут своего часа в формате серой зоны. И таких серых зон на сегодняшний день немало, к слову сказать, по всей линии фронта. Поэтому все зависит от того, какая именно территория говорится, какая именно территория отбита. Александр Аномалер, заместитель министра обороны, заявил о том, что украинские военные продолжают продвигаться на бахмутском направлении. В то же время российские оккупационные силы, находящиеся в бахмуте, оказались в ловушке и не могут выйти из города. Так ли это? И есть ли какие-то шансы у них все-таки отрицательно наступать? Ну, я бы не сказал, что они сейчас в бахмуте в ловушке. Они действительно находятся в сложном положении. И это сложное положение заключается в том, что, по сути, бахмут для них, да, действительно, он оказался ловушкой. В каком смысле? Ну, тут следует понимать, что имела в виду уважаемая Ганна Малер, поскольку ловушкой бахмут был с самого начала. Как только началось наступление оккупантов на бахмут, его суть заключалась в том, чтобы затянуть туда максимальное число сил и средств, перемолоть их там, чтобы россияне не могли наступать по другим направлениям. То есть сосредоточились на этом маленьком городке. Так и получилось. А сейчас у бахмута другая роль. Оккупанты там находятся уже не в наступлении, а в обороне. При этом сам бахмут, он находится в низине. Вокруг низины сосредоточены господствующие высоты. С юга практически все господствующие высоты контролируются силами обороны Украины. На севере не все, поскольку на севере у них там за счет агломерации сел и логистики довольно-таки разветвленной, у них удается держать пока оборону. А вот на юге обороны у них сыпется. И за счет этого мы уже можем говорить о огневом контроле над бахмутом. Не столько там огневое воздействие, например, а именно огневой контроль. И они действительно там как в ловушке. Они находятся в бахмуте, ничего не делают. Должны двигаться на часа в ярм. Не могут двигаться. Должны двигаться на Ивановское. Не могут двигаться. По трассе М-03 в направлении Славянска. Не могут. Ждут. А чего ждут? Когда прилетят наши снаряды и раздолбают их очередное скопление на построении. То есть в этом плане да. Но если расценивать как ловушку, что они не имеют возможности выйти из бахмута, нет, об этом пока рано говорить. Поскольку у них достаточно много еще логистики под их контролем. Это и трасса М-03, это и та же самая трасса 05-13 на Горловку, это и 13-02 через Бахмутское и так далее и тому подобное. То есть 05-04 опять-таки в направлении Попасной. Это у них все под контролем. И пока оно контролируется российскими оккупантами, у них есть возможность оттуда выбежать из бахмута. То есть сделать жесть доброй воли. Мол, к чему нам этот разрушенный город все равно его не восстановить? Главное, что план по денацификации и демилитаризации в Бахмуте мы выполнили. То есть вполне возможно будет вот такой вот жесть доброй воли. Окей, куда сейчас в основном оккупанты перебрасывают свои силы и чем восполняют те недостатки, которые образовываются из-за переброски? В первую очередь на юг. Сейчас пытаются всеми силами усилить и помочь группе войск Восток Запорожской области. Изначально в июне-июле они пытались усиливать за счет подразделений, которые перетягивали с группы войск Днепр. Это левобережная Херсонщина. И потом что-то там на левом берегу стало происходить. Какая-то серая зона стала расширяться каким-то таким непредсказуемым образом. Поэтому как-то этот процесс они сейчас приостановили, понимая, насколько они ослабили левобережную группировку. И основная сейчас поддержка Запорожской области идет, как это ни странно, с Луганской области группа войск Запад, группа войск Центр, которые как раз сконцентрировались на Лимоно-Купинской оси, на некоем там эпическом наступлении. Но не добившись успеха в этом наступлении, потеряв значительные силы и средства, ослабив свой потенциал, они, помимо всего прочего, сейчас перегоняют подразделения десантные, в первую очередь десантно-штурмовые, поскольку они довольно-таки мобильные. Их проще передислоцировать. Их перегоняют сейчас именно в Запорожскую область для усиления как бы уже, ну, по сути, ресурсов по второй линии обороны, которую поступательно прорывают наши войска. Касательно того, что Российская Федерация начала работу над тем, чтобы наладить мощное производство беспилотных летательных аппаратов на своей территории, как бы вы это прокомментировали? Потому что после последних атак шакедов в них обнаружили элементы, указывающие, что финальный этап сбора этих дронов происходит уже именно на территории России. Об этом говорил представитель гурминобороны Вадим Скибицкий. Ну, и там, по-моему, цифра была, что они хотят выйти на объем 1300 беспилотников в месяц. Ну, скажем так. Самый большой массированный налет за последнее время дронами Шахет-136 был реализован российскими оккупантами в мае этого года. В ходе этого налета россияне использовали более 400 дронов. Если я не ошибаюсь, там по количеству было 413. 413, Шахет-136. А затем июнь, июль, ну и, в принципе, август, они демонстрировали каких-то показателей выше этих 400 единиц. То есть там июнь был около 200, июль около 250, август, ну сейчас по состоянию, но сейчас, по-моему, чуть больше 150. То есть, опять-таки, меньше 200. То есть это не демонстрирует то, что они как-то наращивают производство в каких-то огромных количествах. Если бы было 1300 беспилотников в месяц, ну, мы бы это на себе ощутили. И тут еще один очень важный момент касается он уже самого Ирана. Иран, где изначально были все линии производства, где не нужно было там изобретать велосипед, где были налажены контакты по поставке комплектующих всего оборудования контрабандой для производства шахедов, они в месяц пиковое значение производили до 200 шахедов. Это пиковый показатель был. И то не всегда, не всегда они могли выходить на этот пиковый показатель, потому что не всегда была своевременная контрабанда. И у меня просто теперь вопрос, ну, действительно ли вот эти планы России по 1300 на месяц, они имеют что-то общее с реальностью, с учетом, во-первых, то, что даже Иран не смог достигнуть таких объемов, а во-вторых, что у Ирана и у России практически одни и те же контрабандные поставщики тех или иных запчастей, как они их между собой будут делить и как это повлияет на объемы выпуска данных дронов. То, что Россия пытается импорт заместить некоторые комплектующие, да, это мы уже видели, блоки управления там и так далее, спутниковая навигация, это правда, но в целом значительная часть все равно не импорт заместима. И от контрабанды шахеды, ну, зависит более чем на 80%. То есть, скорее всего, это похоже на очередное ИПСО оккупантов, такие заявления, правильно? Ну, это делают заявления представители нашей военной разведки, а вот они просто констатируют, констатируют намерения самих россиян, но сами же россияне, они неоднократно делали очень интересные заявления, которые, с одной стороны, ну, можно сказать, это все фейк, это все ложь, да, но если покопаться, разобраться, то, в принципе, например, заявление Медведева о том, что будет выпущено 1600 танков в 2023 году, ну, цифра кажется такой умопомрачительной, да, но в целом 1600 танков не новых, а с учетом снятия с консервации, с учетом снятия хранения, то есть в некотором смысле он просто озвучил тот потенциал, который есть у россиян сейчас снимать со складов центров сохранения старые танки, иногда даже без модернизации отправлять в зону боевых действий, да, около 1600 в месяц. Это правдивая цифра, но сманипулированная по смыслу, типа новые. Точно так же россияне могли сманипулировать и своим намерением производить 1300 шахедов в месяц. Возможно, имелось в виду не только наличие шахедов, но и других беспилотников, хотя, опять-таки, все равно 1300 – это чрезмерное количество, которое российскому военно-промышленному комплексу вряд ли удастся осилить. Ну, давайте тогда без манипуляций исключительно факты. В силах обороны Украину подтвердили высадку на левом берегу Днепра. Херсонская область, левобережье Херсонщины, наши уже там. Помогите, пожалуйста, понять важность этого события. Ну, так или иначе, серая зона меняет свой цвет в какой-то определенный период времени. Она может расширяться, она может увеличиваться, но она меняет свой цвет. Скажем так, левый берег, он уже довольно-таки давно будражит умы российских пропагандистов, военкоров. Они постоянно там заявляют о том, что там что-то происходит и тому подобное. Но левый берег, его специфика заключается в том, что да, с этого может начаться освобождение левобережья Херсонщины. Все это мы прекрасно понимаем. Но главное, что на сегодняшний день говорить о каком-то плацдарме пока преждевременно. Почему? Ну, потому что я скорее отношу это к территориям, имеющим огневой контроль. Очень уникальная специфическая территория с огневым контролем. Но если мы говорим, например, об участке, с которого очень сложно отойти, опять-таки, эвакуация с этой локации, если начнется там очень жесткая контратака со стороны российских оккупантов, ну, практически невозможно. Только при наличии всего спектра вооружений и технической поддержки, механизированной поддержки, можно говорить о том, что там может разворачиваться нечто большее. Ну, а так, в принципе, да, создание условий для того, чтобы это нечто большее когда-то произошло, оно было, есть и будет происходить на левом берегу. Ну, и понятие украинского флага, который там осуществили наши ребята тоже, это такой удар по моральному духу оккупантов, который, кстати, там, ну, вот, по предварительным данным, если вспоминать тех же военкоров, оккупантов, ну, не на очень высоком уровне. Да, безусловно, во многом, опять-таки, это связано с тем, что ряд подразделений попросту отправляется в непонятные для самих же этих подразделений мясорубки на болото. И это, кстати, и способствует расширению серой зоны, слово сказать, поскольку вот эти безрезультатные, безуспешные их атаки непонятно ради чего уменьшают боеспособность того или иного подразделения, удерживающего позицию, а потом эту позицию приходится вообще им просто покидать, поскольку они не выдерживают того давления, которое с определенной стороны осуществляется. Поэтому, да, моральный дух там подорвано, это правда. Окей, в любом случае, оккупанты-то пытаются повышать моральный дух с помощью той же пропаганды, правда, наверняка портят им настроение. И, естественно, среди той информации, которую российские пропагандисты разгоняют, это информация о колоссальных потерях западной техники, ну или той техники, которую западные партнеры передали Украине. Это на фоне тех сообщений о том, что в первые же минуты после начала полномасштабного вторжения вся авиация Украины была уничтожена. Теперь до того, как Брэдли поступили на фронт, все Брэдли уже были уничтожены и так далее. Сейчас, видимо, дошла уже очередь и танков «Леопард», якобы все «Леопарды» тоже уже уничтожены. На самом деле, как с этим обстоят дела? Естественно, техника должна, среди прочего, защищать личный состав. Техника — это расходный материал, все это прекрасно понимают. Да, конечно, для этого именно и выбрана была техника такая, как «Леопард-2А6А4» и Брэдли при прорыве первой линии обороны. То есть техника, которая максимально сохраняет жизнь экипажу и десанту. И потери, безусловно, были, конечно же, но именно в рамках допустимых для осуществления настолько сложных операций в настолько сложной местности. К тому же мы говорим об определенных типах техник. То есть почему-то у всех на устах, у российских оккупантов Брэдли и «Леопарды», но не вспоминают, например, страйкеры, а где они, а где челленджеры, а где прочая техника, которая также известна, что есть у нас на вооружении, но пока ее в зоне боевых действий масштабно не видели. А ответ очень прост. Их пока еще не вели, поскольку те группы, которые являются группами прорыва, ударными группами, в настоящее время только начинают задействоваться, и то не в полную силу. Ну и что говорит о том, что все операции, которые проводятся вооруженными силами Украины, тщательно продуманы и ориентированы на то, чтобы сберечь как можно больше своих людей, в первую очередь, в отличие от тактики оккупантов. Александр, спасибо вам большое, что присоединялись к нашему эфиру. Александр Коваленко, военно-политический эксперт. Александр Коваленко, военно-политический эксперт.